Итак, добрый день! Не отходя далеко, мы с вами продолжим развивать тему с витражами. Сегодня сделаем сложные импосты самостоятельно по профилю, который необходим будет, и научу делать всяческие возможные профили для нашего витража и для импостов витража, чтобы можно было использовать. Ну а также поговорим, что мы будем делать с вами далее. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Лучше сделать это прямо сейчас. Спасибо! Итак, что мы с вами будем делать теперь? В прошлом видео мы с вами создали остекление. Дайте я удалю ненужное. Хочу поговорить с вами про схемы разрезки, как можно наклонить тот же самый импост, и как сделать свой элемент импоста. Для тех, кто не видел прошлое видео, ссылочка на него появится сейчас сверху. Что мы будем делать сегодня? При подсветке нашего витража, я буду все называть витражом сразу же, чтобы потом мне не говорили, что я витраж называю витрины, витрину витражом. Для меня все это витражи. С технической точки зрения, я сейчас подсветил витрину. В изменении типа, а даже изменение типа не нужно нажимать, я могу при подсветке увидеть то, что схему разрезки я могу наклонить, угол ее задать. Так вот, если я сейчас поверну на 45 градусов схему разрезки вертикальную, а горизонтальную оставлю на своих местах, у меня горизонтальные останутся, естественно, в горизонтальном виде вертикальные у меня повернулись под тем углом, который мне необходим. Чтобы это выглядело все достаточно эстетично, я обе сетки поверну. Вот таким вот образом. Я могу вращать схему разрезки. Минус заключается в одном. Если я поменяю схему разрезки для моего витража, в данном случае вертикального, в остеклении, где была дверь, у нас с вами возникнут проблемы, и программа запросит удаление двери и замену ее на соответствующую панель. В витражах, которые присутствуют, наклонные элементы, проблематично достаточно в старой двери. Можно поступить это таким костыльным методом. Редактировать профиль. Здесь сделать профиль, выемку под нашу дверь, грубо говоря, чтобы это выглядело как-то вот таким вот образом. То есть здесь у меня будет панель без остекления, а сюда встрою обычную стеклянную панель, прямолинейную. То есть у одной останутся схемы разрезки витража под углом, а внутри будет еще одна стенка со схемой разрезки вертикально-горизонтальной, чтобы можно было встроить дверь. То же самое. Но мы сегодня с вами основное, что интересуемся, это создаем свой импост. И вообще поработаем с возможностью редактирования импоста. Я удалю все лишнее. Пускай у меня витраж удалится, наружное стекление удалится. Я буду работать с витриной. Так вот. Я уже в прошлом видео говорил, что при подсветке элемента стекла мы можем поменять внутренние импосты и поменять их на те, которые предлагает нам программа. Что мы можем сделать еще? При подсветке выделения через клавишу Tab одного конкретного импоста, главное не забывайте его разблокировать, нажав на скрепочку, я могу зайти в изменение типа и поменять его значение. Кто-то скажет, что можно и без разблокировки. Я с вами полностью согласен. Но сейчас я буду тогда менять стандартное значение, а у меня он уже тип данного импоста 50 на 150. Я могу здесь поменять значение, поставить 100, но обозначение-то у меня останется 150. Вы скажете, а какая разница? Ну на самом деле, если вам не принципиально, никакой. А если вы делаете все грамотно, то нужно создать отдельный импост с обозначением. Откачусь назад. Как это делается? Для этого как раз таки разблокируется импост 1, нажимается изменить тип, копировать существующий, и смотря с чем вы работаете. У нас есть прямоугольный импост, в выпадающем менюшке есть возможность выбора импоста круглого значения с возможным радиусом. Я сейчас на данный момент буду работать с прямоугольным импостом, но это не обязательно. Тип импоста. Здесь есть квадрат, есть прямоугольник. Нажимаю копировать. Пускай у меня будет 50 на 50 миллиметров. 50 на 50. И теперь уже толщину я могу поменять 50. Сделать. Вот так он стал маленький и аккуратненький. Как поменять у меня у всех значения остекления? Подсвечиваю теперь уже остекление, так как у меня загружен, точнее не загружен, отредактирован импост со 50 на 150 на 50 на 50. Я теперь могу зайти в изменение типа и поменять и внутренний, вот он мой прямоугольный импост 50 на 50, и внутреннее заполнение, и граничные значения поменять под тот импост, с которым мы работаем. Вот таким вот образом. А что делать, если я хочу создать свой импост и уже с ним в дальнейшем работать? Мы рассмотрим с вами первый случай. Когда можно создать профиль, но он будет неизменяемый. То есть размеры, которые вы создадите, будут статичными в программе. Как они задаются? Файл. И создаем свой импост. Файл. Создать. Прошу прощения. Файл. Создать. Создать. Семейство. Меня интересует метрическая система профиль импост. Много здесь различных семейств. Мы с вами постепенно все это будем изучать. Даже просто стандартных очень и очень много. Так вот, что я буду делать дальше? Я открываю метрическая система профиль импост. И я оказываюсь в рабочей среде, в которой, во-первых, у меня есть обозначение центрира моего будущего импоста. Две опорные плоскости пунктирными линиями. Также есть отображение, где есть внутренняя граница, с какой стороны, с какой стороны внешняя граница. И на точках пересечения как раз-таки импост будет добавляться в наш проект. Что я сделаю на данный момент? Если что, у вас здесь есть комментарии еще дополнительные. Что мы сделаем на данный момент? Я буду учиться создавать свой профиль для будущего импоста. Контур его может быть на самом деле какой угодно. Дальше все зависит от вашего представления, что вы хотите увидеть. Потому что, предполагаю я, если у меня центр есть, есть внешняя и внутренняя сторона, так я могу сделать красивый резной рисунок снаружи и узенькое отображение того же самого импоста внутри, если очень хочется. К примеру, панель создания. И принципиальное отличие в том, что здесь нет элементов выдавления, мне просто нужно нарисовать эскиз, контур моего будущего элемента. Функция построения линейная. Давайте сделаем какой-нибудь необычный тот же самый импост. Я буду строить линейный, можно было сплайном через точки сделать. Как вам будет удобно? Я сначала замоделирую основу. Раз. Передував вкладку вид, буду работать с тонкими линиями, чтобы мне на самом деле было удобнее все видно. и выравниваю относительно моей центральной линии привязки. Почему я здесь не создаю марки для размеров, которые мы с вами уже создавали? Создать, преобразовать в основной размер, основной преобразить в марку. На самом деле данные настройки по тому методу, который я сейчас показываю, они не будут отображаться у вас в программе. И в этом есть большая трудность. Но пока мы на этом зацикливаться не будем. Встрою следующее отображение. Я мог его сделать прямоугольным. Но зачем себе упрощать жизнь, когда можно сделать сложное отображение импоста? Сделаю 10 на 10. С наружной стороны, но 10 на 20. Что у меня внутренняя часть моего импоста будет выглядеть вот так. Если я в внутренней части посмотрю на свой объект. А снаружи меня будет тоже 10 миллиметров. Раз. 10 миллиметров. Два. Какой-то сложный вариант отображения системы витража. Я его отзеркалю. Вот таким вот образом. Отредактирую так, чтобы он мне самому нравился. Вот таким вот образом. Включу вкладку вид. Если кто-то спросит, активирую тонкие линии, нравится ли мне данное отображение импоста. Не совсем. Но давайте посмотрим, что у нас получится. Файл. Сохранить как. Семейство. И буду делать сложный на данном названии сложный импост. Закрыть и загрузить в проект. Я загрузил в проект мой импост. На данный момент он не подгрузился. Что я сделаю сначала? И посмотрим. При подсветке нашего остекления сложный импост у меня не будет здесь отображаться. Также он не будет отображаться при выборе отдельного взятого импоста. Везде у нас есть квадрат, прямоугольный импост, круглого сечения. Что нам необходимо? Мы с вами редактировали профиль для импоста. Для его дальнейшего создания. Этот профиль нужно присвоить какому-то конкретному импосту. Что я сделаю? При подсветке импоста изменить тип, копировать. Также задаю ему название сложный. импост. Окей. И меня интересует теперь уже профиль данного импоста. И как раз таки здесь у меня есть сложный импост, профиль под названием сложный импост. Выбираю его. Как вы видите, толщину мне уже не настроить. То, что я нарисовал в проекте с моего семейства профиля. данный профиль у меня подгружается уже к моему импосту. Соглашаюсь с выполнением. Дальше что я делаю? Смотрю, как он у меня выглядит. Маленький, узенький импост. Достаточно красивый. Я мог его утолщить, но сейчас я этим заниматься не буду. Подсвечу граничное значение моего всего витража и поменяю, что теперь у меня сложный импост будет отображаться во всех частях моего объекта. сложный импост сложный импост сложный импост сложный импост в итоге я преобразил отображение и у меня импосты на данный момент они развернулись. Сейчас мы его перезададим. Да, они развернулись. Отображаются полностью в зеркальном отображении. Давайте мы сейчас с вами во-первых развернем его а во-вторых ну в данном случае он просто стекло воспринял то, что это наружная сторона и мне никак уже дополнительные новые импосты не создать. Что я сделаю? Сейчас посмотрю может его можно здесь повернуть выделю но я могу его вращать через угол на 180 не на 180 на 90 но на самом деле это не совсем корректно. Окей, давайте отредактируем файл открыть семейство открываем папку куда сохранили и на данный момент просто его развернем сохранить сохранить изменения и применить заменить существующую версию посмотрим на трехмерном виде на трехмерном виде сейчас я восстанавливаю справедливость на 0 градусов верну у меня данный импост развернулся и теперь он выглядит так как мне он был необходим но просто стеклянная панель воспринялась что это у меня внутренняя сторона а не наружная поэтому пришлось повернуть но я вижу стыки моих импостов при подсветке одного из них у меня есть возможность функция сделать его сплошным по факту это изменение схемы разрезки у меня нету возможности сделать сплошным их всех четырех поэтому следите за тем как вы добавляете те же самые импосты здесь графически у меня он присутствует но программа его прорисовать не смогла при подсветке но я как я уже говорил проблема с видеокартой той же самой таким образом я мог создать и другой импост файл создать семейство опять метрическая система профиль импост мог сделать стандартный прямоугольный либо треугольный мало ли давайте я сделаю квадрат и поверну его будем делать треугольник сначала привяжу необходимые размеры пускай у меня будет квадрат 50 здесь 25 здесь привязкой по центриру 25 выделю повернуть поверну чтобы он у меня смотрел по центру вкладка вид тонкий линии выключу сохраню это как семейство пускай это будет ромбик такой назвать можно как угодно ромб загрузить в проект и опять же мне сначала нужно присвоить профиль изменить тип копировать ромб меняю профиль на мой ромбовидный раз и теперь меняю схемы разрезки для всех остальных элементов ром ром я это мог сделать и при создании самого остекления это просто рассматривается как вид редактирования тех же самых элементов вот он мой ромбовидный импост причем материал его вспоминаем я могу поменять с алюминия предположим пускай будет дерево вишня то же самое вот у меня получилось сейчас подсвечу оно пропадет а это отдельно отредактируемый ромб у меня теперь получился сложный элемент витража с элементами импостов которые я создавал собственноручно я думаю теперь уже точно все основное по остеклению но если что-то вспомню я дам вам знать достаточно короткое информативное видео хронология действий простая создается профиль этот профиль присваивается к импосту и в дальнейшем присваивается ко всему виду остекления либо к частичным элементам заполнения остекления я мог точно так же при создании еще самого остекления архитектура выбрать витрина и сразу же здесь выбрать схему разрезки и вид ее если вам это было необходимо на сегодняшнее занятие у нас все скоро увидимся всего доброго